Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Меня зовут Ваня Иванов и сегодня мы с вами идем на открытие нового магазина Галамарт в Заозерном. А для тех, кто не знает, магазин этот находится в новеньком, блестящем, недавно отгроханном и в красиво подсвечиваемом вечерами торговом центре Стрикоза. Стрикоза и Заозерный вместе будет Стрикозерный! Ваня, это так-то не смешно. Но хватит трепаться, пойдемте-ка с вами все посмотрим и разведаем. Так что, мои господа, выделяйте пенсионное, получайте скидку и вообще все хорошее. Не дешевле по сто крат, в дом все он починил и нам дальше узнаем. Девушки, во сколько тороза ближе будет? В шесть часов вечера. Спасибо. Ваши тоже, давайте, в отдельный. Будем стоять очередь. Вы из-за конкурса пришли или просто за покупками? Просто посмотрите. Просто посмотрите. Готовы ставить такую очередь? Я вот из-за конкурса пришел. Я вот из-за конкурса пришел. Девушки, можно посмотреть? Это вы, да? Да. Спасибо, девчонки. На видео очередь длится минуту. В реале же мы стояли примерно полчаса. А из развлечений был только художник, который рисовал портреты людей рядом с очередью. Но, аллилуйя, заходим. Снимаем. Он пишет в платье. Смотри. Они ушли, да? Они тратляются. И ко мне уйти все дети. authorл..... Блин, Amaya, финансовый делик, и вечерняя Черема necessities. Девушки ребятаеш вертимся miten Makes eye educating А сейчас внимание, послушайте, офигительная песня, обожаю песни Стаса Михайлова. Субтитры подогнал «Симон» И все-таки я не сдержался, очень долго подбирал аккорды и подумал, когда-нибудь, когда-нибудь я спою песню про Метрополис. Ну а пока что... Я в Галамарте для тебя найду, моя любимая, куплю тебе фигню, куплю фигню неповторимую. Не отвлекайтесь, смотрите дальше. Я в Галамарте для тебя найду, моя любимая, и подарю советную мечту, и покоримую, что я чувствую, прячет Галамар, сама искать сынной, девушке весной. Я в Галамарте для тебя найду, моя любимая, и подарю советую. Я в Галамарте для тебя найду, моя любимая, и подарю советую. Я в Галамарте для тебя найду, моя любимая, и подарю советую. Сейчас ты же уже раз хочет покупать. Я уже думаю, зачем я сюда пришла. Вы за розыгрыша? Или так, чисто? Чисто нам, правда, это надо. Вам реально это надо, вот такой ценой? Да. Ну, в смысле, что с боем это брать. Ну, не с боем, но вообще просто... Я не могу стоять. Вы только спросите, да? Нет. Давайте спросите, и на вам ответим, и очередь свою будем дальше продолжать. Я поняла. Может, тут 40 минут просто стоим? Ну, я просто не могу стоять. У меня гонор-турсники. У меня тут бездача будет. Хорошо, мы вас пропустим, мы не злые. Ну, ладно, спасибо, вот так вот. Сюда стоять можно? Тоже старые будем катать. Там высадь, там, сюда высадь. Я только забежала. Да мы все только спросите. Нет. Только расписали, чтобы там печать поставить. Даже классик. Здравствуйте. Здравствуйте. Пакет. Да, пакет, пожалуйста. Маленький, побольше? Дай любую. Большой? Это хорошо. 603 рублей. 103 рубля посмотрите? 3 рубля, 5-10, пожалуйста. Нет, вообще не стоит. А вот это чек для розыгрыша, да? Да. Вам на купон обменили? А это вот там на стойке, да? Да, вот там. Спасибо. Уф, ну, дамы и господа. Наконец-то я в машине выгрузил то, что купил. Вот он, заветный чек. Я купил огнетушитель. Чехол для очков. Точнее, он мне нужен не для очков, а я буду уложить туда камеру, на которую сейчас снимаю. Щетку купил. В общем, все для машины. Купил всякой фигни. На 603 рубля. Купил не для того, что это мне прям так необходимо, а чтобы поучаствовать в акции. Не всех удалось заснять, но примерно, по моим подсчетам, каждый третий в этой очереди людей, в этой куче людей, я бы сказал, примерно каждый третий пришел сюда именно из-за акции, из-за вот этого промо, которое сделал Галамарт. То есть, это работает. Я не знаю, это склеен будет работать, но если такими тэпами, они там скупят все. И вот мы идем на второй заход. Идем оформлять наш чек. Кстати, обещанного подарка мне так и не дали. В акции сказано, что при покупке от 500 рублей какой-то подарок. Хрен вам, а не подарок. Идем записываться. А, вы уже вытягиваете. Проконент. А если вы в конкурсе сохраняете при себе? Я не встала. За телевизором петь, да? Да. Так, это вам. Так почему, она вытягивала? А я-то не вытягивал. А вы одну заполняли или две? Одну. У меня она в тысячу рублей, давайте. Да нет, нельзя так, нам так нельзя. Давайте одну тогда заполним еще вам. Так у вас там не хватает в тысячи. 220 рублей. Ну и что? Нам не можем вам ничего? Как подарок второй? Так, бумажку, думаю, закините или что там. А тогда подождите. Давай, что купить надо? Да, на сумму от 500 рублей. Там, да? Да. Покажите, что заполнили. А тут все написано. Ну, в общем, вот. Набрал я вам про подарок. Подарок честно дали. Терка четырехсторонняя. Хотя бы все честно. Будем ждать розыгрыша, который будет в 6 часов. А пока что сваливаем отсюда. Уф, ну все. Подарок мы забрали. Подарок терка, который хрен знает зачем мне нужен. Ладно, в хозяйстве все пригодится. А главное, на халяву. Обожаю, когда мне что-то дают бесплатно. Мне это нравится. Смотрите, время 3.51. Сейчас пока поедем домой, попьем чайку туда-сюда. И к шести часам приедем сюда снова. Пока-пока. До встречи. Вот мы вернулись. Посмотрим, что тут происходит. 25 минут остается. До начала розыгрыша. И если вы берете свою удачу, то вам к нам. Ну вот, дамы и господа, как-то так это все выглядит. Что-то с нашего последнего визита чеков, точнее, талончиков совсем не добавилось. Ну да, толпа спала. Видите, очереди нет, то спустя 2 часа, как мы тут были с вами в последний раз. Вот, дамы и господа, если бы я участвовал в забеге, я бы подбежал вот к этой полке. Истырил бы себе пару-тройку отличных перфораторов и болгарку. Пожалуй, это одни из самых дорогих вещей, какие здесь есть. Кто-то, конечно, себе наберет воздушных шариков и прочей перхоти. Но, смотрите, я думаю, что 5 вот таких болгарок я бы унес, если бы участвовал в забеге. Но разыгрыш будет позже. Мне же топор нужен. Зачем? Ну, на всякий случай. Ты больная? Какой топор-то? Много всякой фигни. И я, как байкер, не мог не снять вот это. 3D-пазл мотоцикла из картона. Все хорошо, но даже этот мотоцикл китайский. Сделано в Китае. И мотоциклы, видимо, тоже китайские. Другой мотоцикл. Тоже прикольная фигня. Ну, что еще хотелось бы сказать. Народу много. Все ждут. А по товарам. Ширпотреб. Плотшной ширпотреб. Я вот сейчас второй раз походил, ничего не насмотрел абсолютно. Все товары китайские низкого качества. Прямо и просится слово ширпотреб. Но все равно ждем розыгрыша. Мы-то с вами знаем, что нужно брать. И если будешь участвовать, забей. Объявили о начале розыгрыша. Всех вот тоже просят пройти на улицу. И мы тоже, вместе со всей толпой, идем на улицу. Повызаемые участники, пожалуйста, отходите, пожалуйста, все на гостерке. Повызаемые участники, пожалуйста, отходите, пожалуйста, все на гостерке. Ой, сколько тут любителей. Любителей халявы таких, как я. Ну что ж, друзья, все готовы, да? Кто пришел за телевизором у нас тут? И никого не смущаешь, что телевизор один, да ведь? Вот что, вот что значит надежда, друзья. И это замечательно. Но сейчас мы... Что? Подарков мало? А, понимаете, чем больше нас, тем меньше подарков. Вот есть такой закон вселенной. Ну что ж, барабан у нас здесь и вперед. Давайте начнем разминку с этого замечательного... Чайника. Конечно, конечно. Значит так, друзья, чтоб не было никаких вопросов. Потому что, глядя на мою физиономию, доверия нет. Да, согласитесь. Сразу смотришь на этого Бородатого и понятно, тут все куплено. Вот. А потому-то тянуть будут у нас дети. А как известно, устами младенца. Именно. Давай, Юленька. Сделай кого-нибудь счастливее на целый чайник. Дело Бородова Оксана. Три нуля, заканчивается телефон. Если вы здесь, то вам вряд ли удастся пройти через этот заслон. Итак, Белобородова Оксана. Есть, есть, есть. Замечательно. Локтями, 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 Оксан. Локтями. Идите себя. Ну что, народ, а теперь вы должны очень громко поаплодировать. Ну, посвясти, покричи, пошли. Я понимаю, что вы рассчитывали все-таки на утюг. Но чайник, он тоже нормальный. Егор, что мы будем с тобой разыгрывать? Утюг. Панченко Ольга Викторовна. 35,98. Ольга Викторовна. Идите сюда. Ольга Викторовна, дайте-ка мне ваш корешок. Вот, аплодисменты. Аплодисменты. Довольно счастливые. Хотелось бы телевизор, да? Или нормально? Нормально. Нормально. А утюг – это прекрасно, друзья. Утюг – это тепло. А теперь, друзья, предел моих мечтаний – это гладильная доска. Шестой год хочу купить себя. Но лучше выиграть. Надежда Николаевна, 8893, Каргополова, Надежда Николаевна, 8893, номер телефона. Есть? Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Друзья, аплодисменты, бурные, бурные аплодисменты, переходящие в овации и перетекающие плавно в надежду, что телевизор будет именно ваш. Идите сюда, дети, 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 дайте пройти хозяйке гладильной доски. Покажите, пожалуйста, мне усы и хвост наш документ. Прекрасно все. Вот эта вот гладильная доска уходит с вами домой. Прекрасно же ведь. Хорошо. Еще раз аплодисменты, друзья. Ну что, телевизор или участие? Телевизор, да? Ну что, дамы и господа, вот этот... Ну что, готово? Давай выдохнем глубоко. А что крути? Я уже тут накрутил такого, что могут и посадить. Победитель оказался сверху. Декламирую. Турбановой Светланы Георгиевны. На видео этого не видно, но волна смятения и разочарования пронеслась по толпе. Турбановой Светланы Георгиевны. Турбановой Светланы Георгиевны. И, собственно говоря, вы за телевизором? Друзья, ну-ка, гряйте в ладоши, потому что телевизор попал в надежные руки очистые. И еще раз аплодисменты Светланы Георгиевны. Вот это вам телевизор, а вот это вам любимая моя песня. Ну что, друзья, конечно же, телевизор можно вручать исключительно под пари-вайда. Это нормально. Все нормально? Все хорошо? Отлично. А мы похлопаем, поаплодируем друзьям, потому что я по секрету скажу. Если вы грамотно участвуете в акции «Вынести за 60 секунд», то за минуту вы можете одними руками вынести три таких телевизора. Никитос, вот ты нам и поможешь. Итак, мы сейчас должны с тобой найти первого спортсмена. Какого победителя? Первого спортсмена, потому что у нас сейчас будет спортивное состязание, которое будет проходить в магазине. Кто-нибудь участвовал в акции «Вынести за 60 секунд» где-нибудь? Осипа, Екатерина Анатольевна. И вы знаете, что я вам скажу, что пенсионеры бегают гораздо быстрее. А теперь дайте мне сюда Екатерину Анатольевну Осипову. Катюша, наконец-то, господи. Боже мой, сколько лет, сколько зим. Так это можно и в дурачка перекинуться. Оно, оно, независимый эксперт я. Ребята, ну это действительно уже смешно. Надежда Петровна Красноярова. Надежда Петровна. Надежда Петровна, махните чем-нибудь Пустите ракету О, флаг я вижу, или это не флаг? Нет, это не Надежда Петровна, я чувствую Это, судя по всему, местный блогер Ладно Еще раз, Надежда Петровна Подождите, только что была и сразу нет Что вы с ней сделали? Ну что, давайте кричим Надежда Петровна Сейчас посмотрим, что на счет три будет Надежда Петровна Эх, Надежда Петровна Только не говорите Надежде Петровне, как ей сегодня не повезло Так Соколова Василина Андреевна Ой Я Ну же, пропустите этого человека Давайте, 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 давайте Давайте, работаем локтями, локтями тренируемся Потому что в магазине придется поработать локтями Ну-ка, покажите, покажите мне эту штучку Волшебно Все отлично, друзья Итак, два спортсмена Команда укомплектована И сейчас, если кому интересно Пойдемте с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вопросы есть? Включаю Так что через жуток Короче, а теперь я рассказываю Значит так, я на твоем И очень дорогой И очень дорогой Привычаю Вы по моим нормам И вы по моим Добегаете Бежите И Добегаете Субтитры делал DimaTorzok Бегут, бегут. Бегут. Тридцать четыре. Бегут, тридцать четыре. 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 А если у кого-то есть сомнения, что все куплено или нужно продано, то, собственно говоря, наши сомнения нас не интересуют, потому что спортсмены у нас самые современные есть настоящие. Ну что ж, аплодисменты вам всем. Спасибо, что с нами. Молодые мои господа, как-то так это все и было. На этом будем заканчивать. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.